В прошлом видео мы разобрали основной способ убийства Ривен, но что-то мне подсказывает, что этот способ понравится тебе больше. Привет, Страж, ты на канале Трипл Вайп, и я, Джонни Лейни, рад вновь видеть тебя здесь. В первом видео мы разобрали способ убийства Ривен по основной тактике, то, как, по идее, и должны все убивать монстра. Но в этом видео мы разберем еще один способ, куда более быстрый, но при том не являющийся, по моему мнению, багом. Почему это не баг? Я надеюсь, ты достаточно сообразительный, чтобы понять разницу сам, но если все же нет, то в конце видео я постараюсь мысль донести. Итак, что необходимо для убийства Ривен этим способом? В первую очередь, правильные классы. Титан Солцелон с возможностью вешать дебаф на босса для большего урона. Во-вторых, варлок с кладезем света и экзотическими сапогами лунафракции. Ну а остальные стражи, в идеале, бравые охотники, стрелки, в шлемах, звездный полуночник на шестикратный урон с ульты в верхней части подкласса. Из оружия. Ну что? Ракетницы с кластерными зарядами. Например, грехи прошлого. Усыпляющий симулянт или даже крысиный король. Суть этого способа убийства напрямую зависит от вносимого вами урона. И изначально достаточно оптимальный ДПС вы можете вносить только ракетницами. Но теперь стражи ради забавы и некого челленджа убивают босса чуть ли не из говна и палок. В чем прикол? Стартуйте энкаунтер. Спускайтесь вниз и бегите в комнату всей командой. Чистите мобов и ждите прихода ривен. Прийти она должна не сразу, а спустя примерно пару минут. Технически ее можно поймать будет в нужный момент и в другом зале. Но там как раз таки мы можем оказаться только через баг, а мы же тут о честной говорим игре как никак. Так что это упоминать не стану. Ну так вот, чистите мобов и собирайтесь на центре. Последних мобов, что появятся на центре не трогайте. Они вам понадобятся для того, чтобы варлок, который ставит колодец света, убил их своей рукопашной атакой, прежде чем он поставит ульту. И тем самым он увеличит баф урона для команды еще больше. Итак, варлок убивает мелкого, ставит кладезь света, ривен разевает пасть. В этот же момент, а лучше за мгновение до, в нее с колена влетает ваш титан и дает дебаф. Охотники ультуют сокрушительными огненными выстрелами, а затем все дружно переключаются на ракетницы и просто стреляете. Че, вы все видите на геймплее. Ривен плавится на глазах. После этого она падает, вас переносит в высшее царство, и там уже все стандартно, как я рассказывал в предыдущем ролике. Бежите за реликом, потом сердце и так далее. Как видите, провод мы не дергаем, на орбиту никого не кикаем, никаких гличей и багов в этом и правда нет. Максимум, к чему тут можно докопаться, к тому, что банджи придумали не так. Но Калуса тоже можно убить с одной платформы, очень легко. Но там же их четыре, тоже задумано не так, тоже багаюз. На канале у себя я лишь раз рассказывал об откровенном баге и тот в ПВЕ, и помог он тысячам игроков сэкономить время на накопление рангов фракции. Че-то никто не жаловался. Но если все-таки я не прав и это баг, его закроют и все. Если это случится, то скорее в конце октября, числа 30-го. Но пока что никаких комментариев банджи об этом не давали, а значит так тому и быть. Ведь любой баг они комментировали и сообщали о решении проблемы. Что же до моего личного отношения к абузу, багаюзу и прочим хитростям? Не знаю, если нужно, поделюсь этим мнением в отдельном видео. Пишите в комментариях, было ли бы вам интересно послушать рассуждения на эту тему. Но на этом вроде все. Я рассказал о двух способах убийства Ривен, а тебе выбирать, каким пользоваться. Спасибо за просмотр. Ссылка на ролик со вторым прохождением будет в описании этого видео. А на этом я как всегда попрошу подписаться на канал, поставить свой рейдмастер лайк. И услышимся в новых видосах. Пока.